Согласно закону Республики Беларусь об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности, вновь созданная коммерческая организация вправе признать себя плательщиком налогов в общеустановленном порядке, который в отношении полученной выручки от реализации объектов предусматривает уплату налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. В рамках закона при соблюдении определенных условий созданная коммерческая организация не включает в налоговую базу по МДС полученные суммы оплаты товаров и иных объектов, относящиеся к деятельности индивидуального предпринимателя. права и обязанности, которые перешли к ней в процессе трансформации его деятельности. В частности, не включаются в налоговую базу по НДС обороты по реализации объектов, которые были ранее им отражены в декларации по НДС. Вторым условием, при котором созданная коммерческая организация не включает в налоговую базу по НДС полученной суммы оплаты реализованных объектов, является то, что при их реализации индивидуальный предприниматель не являлся плательщиком НДС. В отношении налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость предусмотрено, что они подлежат передаче в 2024 году в соответствии с передаточным актом и на основании электронного счета фактуры по НДС, созданного и выставленного индивидуальным предпринимателем не позднее даты государственной регистрации коммерческой организации. Одновременно закон обязует индивидуальных предпринимателей представить декларацию по налогу, которую он уплачивает, срок не позднее даты предшествующей дате государственной регистрации организации. Василий Напускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.